Говоря о Дельте, хотелось бы сказать, что на сегодняшний момент пункт гарантирования выплатил уже 6,7 миллиардов гривен. Это больше, чем на 30% всех гарантированных вкладов. Но и параллельно, конечно же, чтобы вкладчики могли получить больше и лучше, мы занимаемся поиском инвесторов. Для этого есть целая процедура, которую установлено нашим законом. Мы ищем через сайт, мы ищем через средства массовых информации и потом проводим некую квалификацию. На сегодняшний момент эта процедура завершена, и мы имеем 8 потенциальных инвесторов. Которых мы можем разделить в среднем на 2 группы. Первая – это те, которые хотят принять активы и обязательства банка. Это банки-инвесторы. И вторая группа – это те инвесторы, которые хотят создать переходной банк. И забрать в переходной банк активы и обязательства, которые они выберут по результатам работы информационной комнаты. А в чем существенная разница? Я так понимаю, что в любом случае они будут выплачивать тогда деньги. И в одном, и во втором варианте. Да, безусловно. Здесь разница только в технике. Если говорить коротко, потому что активы и пассивы может принять только банк, который уже имеет лицензию. Второй же способ предполагает, что мы создаем банк для инвестора и в него переливаем те активы и обязательства, которые инвестор хотел бы видеть на балансе. Я просто ожидал, что это просто с новыми силами выйдет на рынок именно Дельта-банк. Это, получается, в любом случае уже будет какой-то другой. Да, для того, чтобы Дельта-банк вышел на рынок с новыми силами, это нужно найти покупателя на банках в целом. Учитывая то качество активов и то состояние Дельта-банка, которое есть и которое пришло в фунты, это, наверное, все-таки для инвестора было бы нецелесообразным. Поэтому в данной ситуации, наверное, было бы лучше все-таки отобрать хорошие активы и забрать их в живой банк, нежели реанимировать то, что уже умерло. Вне зависимости от того, какая там будет какая-то стратегия по регулированию или нет, вкладчики будут продолжать получать свои деньги. То есть никаких приостановок выплат на сегодняшний момент, в всяком случае, не планируется. Та сумма вкладов, которая останется после первого, второго, третьего транша, она может уйти в переходной банк, либо на принимающий банк. И основная, конечно, борьба идет вокруг вкладчиков, которые превышают 200 тысяч гарантированную сумму, для того, чтобы качество активов и их нестойность позволило инвестору принять себе на баланс и вклады, которые не гарантированы. Таким образом, спасти тех свыше 200 тысяч, на которые у нас на Нальтобанке порядка 10 миллиардов.